Как сделать хорошо? Надо сделать плохо, а потом вернуть все как было. Да. Будем вспоминать молодость. В отдых обещает быть интересным и насыщенным. А то привыкли автодома и, блин, условия. Туалеты темы. Туалеты, да. Грили, всякие там эти стейки. Столы. Не знаю, я доволен всем. Ты расскажи, расскажи, кто нас вообще научил всего вот этого? И теперь возвращает в реальную жизнь. Мы приехали. Вместо тепла делень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает до тла. День загоралась. Миша носит вещи. Я сторожу вещи с этой стороны. А Людочка там уже на пляже. Да что, я вообще не понимаю, куда мы идем. С баулови. Погода портится. Сейчас начнется дождик. Будет вообще весело. Нам теперь и за палатки сидеть негде будет. Да? Это все мелочи, да? Пописчики интересуются, почему вы без жилета? А почему вы без жилета? А мы плаваем хорошо. Ну, вы нас сюда позвали. Мы думали, вы организовываете полный сплав. Вообще неорганизованный сплав какой-то. Два весла доказали и сказали греби. Какие-то вам весла выдали. В общем, гребли. С одним бы сейчас, с нашим бы. Мы в какие-то дебри сейчас заплывем. Речка закончилась, все. Люд, надо их посередине встать, а то, боюсь, бегут, если отвернемся. Маленькое помещение. Сколько? 4 километра в час идем? Да, 4, 1, 4. Ничего себе. Прикольно, речка, мне нравится. А нам надо плыть, сука, 27 километров? Ну что, плыть нам 27 километров. Как сказал Денис, скорость у нас в районе 4 километра в час. И вот, соответственно, нам нужно около 6-7 часов, чтобы пройти это расстояние. Ну, нормально. К вечеру будем на месте. И домой поедем сразу. Такси вызовем, да? Да, до шибельки на плечах. Слушай, тут течение прям хорошее, смотри. Прикольно. Первый привал. Миша заныл, остановил всех. Сказал, будем кушать и отдыхать. А с какого мы проплыли? 2 километра. Из 25 или 27 я уже занял. 27? Нет, если будете углы срезать, то 25. А, будем срезать уже. Если будете по центру реки плыть, то 27. Подожди, если ты говоришь от пляжа, то 25. Да, от пляжа, кстати, 25. Ну, знаете, то, что мы проплыли 2 километра, и Миша уже заныл, то 25 и 27, как бы, ну, разница небольшая. Он еще просто не произошло слияние с природой. Как только это произойдет, он просто будет кайфовать. И не будет замечать, что он быстро гребет. Вот теперь мне нравится. Ты как же сказал? Я же говорила, единение с природой. Нет, мы просто не хотим этого делать. Ну, да. А так прям, как-то вот уютненько, вот разговариваем. Только, Люд, может, пока не грести, Кристина, надо грести минут 40. Я бы ей помог, но не могу. Занят работой. Я снимаю для вас видео. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко. Нам круто повезло, что сегодня не жарко. Потому что все остальные дни стояла жара под 35. А сегодня ветерочек, солнца нет, тучки гуляют. Есть опасность, что пойдет дождь, но пока нам везет. Мы уже плывем 2 часа. Я думаю, что пора останавливаться, отдохнуть, потому что спина уже безумно затекла. Они тоже по двое, видишь? Людочка, не торопись, а то Денис к девчонкам пристает. Вон еще наш. Сразу притормозила. Вот еще один. Давайте здесь припаркуемся. О, идеальное место для парковки. Казать собачу? Да. Туда ему переложить собачу хавку. Вот это наш сегодняшний ужин. Говядина тушеная, говядина с фасолью. Там еще много таких. За люди могут обидеться, кто-то это возможно и ест. Таким мы будем есть сегодня. Только вы не будете это есть. Мы сейчас обидимся. И вы будете есть то, что взяли вы с собой. То есть ничего. Чипсы. Да ничего, наверное, пойдет. Даже буженина в собственном соку. Вообще, как космонавты. Ставьте стаканчики. Космонавты. Подожди, а молоко? Тебе нужно молочко? Что, прям на всех хватит? По пол стаканчика. Перекусили, чай попили. И направляемся дальше. Потому что Людочка сказала нам еще плыть. Сколько? 22? А, 20, да, осталось всего лишь? Всего лишь 20 осталось. Не, не, десяточка. И там так семья. Вот так они обманывают подписчиков, да? А подписчики будут здесь и нас. И вот так кто-нибудь посмотрит, купит себе сабдоску, пойдет на сплав и погибнет. И погибнет, вот. Ну что, впереди начинаются красивые места. И людей очень много. Вы представьте, это погода пасмурная. И люди купаются, отдыхают. Видели много людей с караванами. Ну что, проплывали мы мимо пляжа Сосновый Бор. Ну и решили с Кристиной спешиться, как говорится, и подняться, посмотреть вообще, что здесь. Машины немерено, народу просто тьма тьмущая. Ну пляж огромный. Рядом находится турбаза Сосновый Бор, соответственно. Ну а это пляж Сосновый Бор. Въезд сюда стоит 1000 рублей. Много-мало, пусть каждый решает сам, не знаю. Вот. Ну раз людей много, наверное, значит нормальная цена. Есть туалеты, мусорные контейнеры. Ну и какая-то кафешка. Есть ли душ, помыться, не могу сказать. Какие-то беседочки, домики, так же все есть. Сколько стоит, не знаю. Не ходил, не узнавал. Ну въезд на территорию, красави. Красави. Ребята, мы не дошли до Венивихина, короче, нет, у меня больших сил. Проплыли на километрах 13, я уже просто сдох. То ли все-таки мы плавать не умеем с Кристиной, то ли из-за того, что мы вдвоем на одном сапе, может быть, ну... Ну он, короче, не плывет, ни хрена. Наконец-то мы причалили. Что ты, Мишаня гопник? Парень из девяностых. Чего так базаришь, не понял? Палатку ставь, сказала. Себя посмотри. Красотка. Ну я такая тоже девчуля. Чтобы вы понимали, у нас есть с собой две подушки, палатка и один пледик. Все. Постелить в матрас нам нечего. На пески поставим вот здесь, да и все. Мы здесь на песке поставим, да и будет нормально. Что, обалдеть? Нормально будет. Ну, либо ребята предлагают палатку поставить на сапборды. И, ну, спать каждый на своей доске. Мне кажется, будет очень твердо. Лучше, наверное, на песке. Ну, в общем, все узнаем ночью. Будем экспериментировать. Готовим костер на вечер, на ночь, не знаю. Отпугивать злых зверей. Диких, потому что здесь по-любому есть дикие звери. Ну, муравьев, по крайней мере, очень много. Вот. Ну, будет интимно, красиво. Слава богу, палатка есть. Потому что муравьи меня уже просто сожрали. Вот. Я чувствую, надо сейчас залезть в речку и следить просто в речке, чтобы тебя вот муравьи не кусали хотя бы. Но в речке тебя еще и оводы кусают. В общем, ситуация критическая. Патовая. Патовая, это точно. Все, иду окунать ноги, не могу больше терпеть. Что у нас здесь? Здесь у нас почему-то пять. Пять блюд. Ну, пять пачек. Блюда разные. Сейчас будем выбирать. Что у нас тут еще есть? У нас есть еще пряники. Течение. Еще одни пряники. Походу, мы здесь на неделю. Бутерброды есть еще. Бублики. Три, четыре пачки семечек. Мы взяли с собой. Точнее, Люда. Четыре. Это каждому что-то. Вот, каждому по пачке. Что у нас тут еще? У нас куча вот таких спреев. Ну, Миша принципиально не любит ими пользоваться. Сейчас разогреем еду. Поедим и будем получать удовольствие от ничего не делания. Ну, кайф же. Наконец-то хоть улыбаться начали. А то все. Все, мы не доплывем. Мы все, мы все убрём. Мы погибнем. Какой кайф. Это такая иллюзия обмана, знаете. Они вам все лгут. Кайфуют. Я тебе говорю, муравьи меня сожрали. Оводы меня поели. Спина у меня болит от этой штуки. Вот это сабборд. Поэтому не верьте никому. Это тяжело. Сабборд это такое развлечение. Вам часик поплавали, покайфовали. И хорошо тебе. Вот. Если ты плывешь больше часа, это уже все. Это уже извращение просто. И Людочка подтвердит, она вот молчит, видите. Сижу так же на саббе до сих пор. Вот. Ага. То есть ей нравится. Да. Я извращенка. Кстати, мы проплыли 16 километров. 18. 18 даже. Да. Мы проплыли 18 километров. Да. Не 27, конечно, как хотели. Но... Как они хотели. Как они хотели. Да, мы вообще не хотели с Кристиной. Мы не хотели плыть вообще. Но... Как вышло? Готово. Это вот так вот и греется, да? А вы, ребят, знали про такое готовое блюдо в фольге? Если мы берем, допустим, куда-то в путешествие и искать где-то шаурму или шаверму, да? Называйте ее как хотите. Или взять вот, допустим, такую еду, которую ты подогреешь буквально вот за пару минут, и у тебя будет горячий обед. Ну, либо ужин. Наверное, я бы выбрал все-таки вот это. Что-то там, ну, первое блюдо есть. Тем более, есть первое блюдо, второе и даже компот. Мишень, ты до мяса просто не докопался, но снизу. Да я догадался. Мясо дофигище. Ну, если серьезно, правда, по вкусу нормально все. Вот, никакой это не собачий корм, как Кристина назвала. Вкусно, хорошо приготовленное. Я вот смотрю на него и думаю, возможно, его вот еда была гораздо вкуснее, чем моя. Потому что я не добрался до мяса. Оказывается, их надо перемешивать. Срочно, закрывай вход. Закрывай. Закрывай вход срочно. Муравьи полезли внутрь, я вижу. Вон, бьют, смотри, бьют. Муравьи полезли внутрь, я вижу. Муравьи полезли внутрь, я вижу. Комнем лежать, перегореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Ну что, товарищи, поплыли? Поплыли. Все, мы приплыли. Лини Пухина. И сейчас вызываем такси, ждем такси, отправляем Дениса на такси, ждем Дениса и вылетаем в Старый Оскол. Ну а пока ждем такси, идем купаться. Ой, вода теплая. Вообще клос. Ах! Она, кстати, местами. Где-то теплая, а где-то ледяная прям. Здесь везде песочек. Вообще очень кайфово. И никого нету. Мы вчера к этому берегу подплывали. Людей было очень много. Куча лодок, сабордов. А сегодня никого. Вот плюс пасмурной дождевой погоды. Ну что, Мишан, тебе понравилось? Да. Еще поедешь? Нет. Поедем, поедем. Еще в августе. Хорошо, нужна просто другая река, более мощная, активная. Но если плотину какую-нибудь спустить и в момент отправлять, мы прям просто полетим по этой реке. Ты на восемь смотрел? Да. Тогда тебе на реку Белая, в Адыгею. Наверное, причем весной. Нет, то, что зигзаги, это очень прикольно, круто. Но течение чуть-чуть бы посильнее. Было бы прикольно. Оказывается, это территория биологического центра. Винь, ты нас заберешь? А? Ты нас заберешь? Так, говорите мне кушать хороших слов, а то я не приеду. Кормить не буду. Спать на коврике в прихожей. Я время засекла. Мы ждем тебя. А что, уже очень кушать захотелось? Время-то уже сколько? А Денис очень долго ездит. Мне кажется, он нас кинул все-таки. Надо вызывать такси. Поедем искать Дениса. Видел бы ты, как Людочка уже нервничала. Я бы уже не выдержала. Я чувствовал это. Я чувствовал. Я бы уже позвонила. Она мне заставляла звонить. А я сказала, нет, он за рулем. Я звонить не буду. Я не могу. Я не могу. Редактор субтитров А.Семкин